В 2014 году, когда нас пришли освобождать, мы жили в Горловке. Путин, помоги! Россия! Мы-то знали, из-за чего это все происходит, потому что сланцевый газ. Он не плакал, он просто на одной ноте орал. Что бы ты сказал русским, которые сюда пришли воевать? Вот что бы ты им сказал, если бы ты мог? Здравствуйте, я Наталья Дуброва. Привет, друзья, я Татьяна Комарова. Ребята, 24 февраля, извините, мы находимся в Ирпене, здесь все время все ремонтируют и строят. Да, поэтому постоянно там какие-то звуки, какие-то дрели. Звуковой такой строительный фон. 24 февраля в Украине началась полномасштабная война, Россия напала на Украину. На самом деле война началась раньше. В 14-м году, ну все об этом знают. И она началась на Донбассе. И вот сегодня мы идем к женщине, которая вот наблюдала, она из Гурловки, потом она переехала в Бахмут, она все сама расскажет. Она все это видела своими глазами, вот глазами простых людей, вот что творилось на Донбассе. А сейчас эта женщина живет в Ирпене. Потому что нам часто пишут, вот поговорите с людьми из Ирпене. А вот идем говорить. Такая кафешечка, смотрите, в Ирпене. Очень-очень так хочется присесть прямо. На нас ругаются, мы стоим на дороге. Пока мы взяли паштетик. Перед тем, как идти к Светлане, мы решили купить для нее и ее семьи немного продуктов и моющих средств. Те, кто смотрит наше видео постоянно, знают, что мы собираем деньги для помощи пострадавшим от войны. Спасибо всем огромное, кто помогает нам помогать людям. С апельсином есть с вишней. Давай, давай, с вишней. Я бы тебе взяла с вишней. Я бы тоже, я тоже. С вишней, мне кажется, вкуснее. С вишней, вообще, любая выпечка, очень вкусная. Мне тоже так кажется. С яйцами? 65. 66. 66. 66 вот эти. Самые выкрытили еще по 61? По 61 гривне. Ну, давай по 61 возьму, упаковочек. Видишь, здесь акция 23 гривны, 100 грамм. Балбаска такая красивая. Все, длительного хранения. Вот, смотри, давай, девочки, практичные по акции все берем. Да, 29 гривен, 100 грамм. Она еще взяла саппор, 3-4 гривны. Смотри, мы сейчас еще гречку пойдем возьмем. У нас гречка подешевала. Подешевила. Подешевила. Подешевала. 66 гривен, да. Был 67, сейчас 47. Скидка. Скидка 20 гривен. Ну, возьмем, давай. Да, давай. Чаек. Чаек. Так, смотрим по весу. Здесь просто его больше. А сколько здесь по весу? 3,6. Это выгоднее всего. Такие треба нет? Треба, треба. Потому что великий водонвист выстучит. Выстучит. Великий? Великий, великий. Мы за это все заплатили 1181 гривен. Смотрите, можно пожертвовать для террабороны. Сахар, крупа, печенье. Смотри, малышню фотографирует. Это вот наш обогреватель. Дякую вам, гордого дня. Еще мы заказали через интернет для Светланы электронагреватель и получили его на новой почте. Вот мы с Таней обратили внимание. Ну вот мы уже по Ерпеню. Сейчас минут 15 ходим. И в принципе раньше тяжело было найти дом, в котором вот целые стекла. Сейчас очень много стекол повставляли. Повставляли, да. Но люди к зиме как-то, наверное, готовятся. Которые поприезжали. А вы тут сейчас как снимаете квартиру? Да, мы снимаем. Снимаете, да? Мы снимаем, мы просто нашли. Вы за коммуналку снимаете или платите? Ну как, мы платим немножко аренды, но я считаю, что немножко. Две с половиной тысячи аренды попросили. В этой квартире долго никто не жил. И когда тут были боевые действия, получилось, что с обратной стороны дома провалились тротуарная плитка и заливала квартиру водой. И мы даже когда переехали, тут в сентябре были дожди, то мы собирали воду прямо в квартире. тряпками. И они эти деньги, ну вот мы заплатили им, а они сразу купили материал и заделали там. То есть они сами делали. Я в войну в таких цветах дома бы не строила. Да, такое ощущение, что он горевший. А дом на самом деле целый. Все с ним хорошо. Даже рамы, видите, вот эти внутри, они же не белые, а черные. Да, да. Ну какой-то мрачный. Ну это один дом, вот такой. Не, ну он стильный, если бы не было войны, это ну как бы. Ну, кстати, даже если бы не было войны, он какой-то мрачный. Ну как горевший реально. Ну посмотри, ну. Да, вот это такие хорошенькие. Ну смотрите, какой дом. Ну любо-дорого посмотреть. Вот ремонтировано все. Стекла целые. Нет, ну почему? А, нет, вон. Нет, вон не целое стекло, вон разбитое. Ну, трелесть какая. Красиво. Гновик, попугайчик. Так, заходим. Вчера был зато. Привет. Что надо сказать? Здравствуйте. Кто-то там лавит. Слышишь, собака. Ну да, мы знаем, что у вас котик, собака и две крыски. Светлана, вы из Горловки же, да? Да. Из Горловки. И 8 лет жили в Бахмуте. 8 лет жили в Бахмуте, а уехали из Горловки, когда началось вот это вот. 14 лет назад. В Донбасс, когда началась вот эта вот, ну как бы, россияне когда пришли. Да, когда пришли, я собака ждать Донбасс. Да, и вы видели это все своими глазами. Да. Не было ничего, когда сюда приехали? А, ну у вас цокольный этаж еще сыра, да? Это же цокольный этаж. Да, мы считаем, если воздушная тревога, мы как бы в подвале. Ну это, я вам хочу сказать, нет, это сомнительно, да, это не защита. Не, ну смотрите, вот так земля, ну вот так в земле. Ну понятно, ну окна, окна. Знаете, мы подумываем купить мешки. А, и заложить мешками. А, и заложить мешками, да. И вот там выложить их хотя бы, и если вдруг что-то будет, хотя бы заложить с той стороны. Да, у вас будет как убежище, да. Ну хотя бы, чтобы стекла уцелели. В 14-м году, когда нас пришли освобождать, мы жили в Горловке, все было нормально. А надо сказать в кавычках, естественно. Ну да, в кавычках, потому что мы же даже не знали, мы так переживали, Славянск-то первый захватили. Вот. Ну мы-то знали, из-за чего это все происходит, потому что сланцевый газ, и Америка обещала, ну как бы, помочь нам в разработке, чтобы у нас, нас никто не контролировал, ну как Россия. Хотим дадим газ, хотим не дадим, ну какие-то. А вот что вы, как обычный человек, вот как изменилась вот ваша жизнь? Ну вот жили вы себе в Горловке и жили. И вот что дальше начало происходить вот в вашей жизни? Ну потом, когда пришли в Горловку, ну вот мы знали, что Бахмут там был ли какие-то. Ну то есть из новостей вы знали? Из новостей, да. А когда мы пришли к нам, у меня был чужой ребенок, я его взяла в феврале месяце. Усыновили вы? Нет. Ну знакомая там, через знакомую, сказала у нее ребенок там, 6 лет, 5 лет мальчику было, Илье. И она сказала, что, ну хочешь подзаработать денег, за ребенком присмотреть. ДЦП у ребенка. У ребенка было ДЦП, да. Вот. За ребенком присмотреть, как бы, ну я не работала на тот момент, дети в школе, вот такая вот, многодетная семья. Вот, ну тут этот ребенок, ну как бы, у нас дети не против. Места 4 комнаты, ну хватает. Ну взяли вы его, да? Мы взяли его, да. У нас город небольшой, и поэтому мы как бы больше, ну как бы, своих. Ну вы знаете своих? Ну по манере одевания, по манере, как, ну вот. Как разговаривают, да? Как разговаривают, да. Когда захватывали ОВД, это были какие-то чужие люди, да? Это были чужие, потому что кричала там, ну женщина такая стояла, она кричала, не заходите за пореприк. А я не могла понять, ну где, где. Вы знаете, вот вы говорите, чужие люди, да? Оказывается, мы в этой Горловке жили там, да? И не подозревали, что вот с нами, вот в городе в одном, живут чужие люди. Там где-то половина, а то и больше, было чужих людей, которые делали митинги, митинговали за Путина, за Россию. Чужие, которые хотели русского мира, да? Они как сумасшедшие, ну дурдом, понимаете? Вот руки в гору и кричат, Путин, помоги, Россия. Они жили рядом с нами, да, будем так говорить, да? Рядом с нами. Но оказалось, на проверку оказалось, что жужие люди для нас, для нашей идеологии, для Украины, жужие люди были, но они жили. И много таких людей было? Прикованы. Мы думаем, все достаточно. На данный момент, вот, когда прошло какое-то время, мы же еще, ну как бы, когда мы в 14-м году, ну я, во-первых, слово за поребрик не заходить, я вообще не могла понять, куда, к кому не заходить. Я этого слова вообще не знала. Это я потом уже поняла, что это за бордюрку не заступать. Ну, стояли автобусы большие на ростовских номерах. А, то есть из Ростова завезены? Да, да. Это было все завезено, и это было вот это все раскачивание. А вот вы мне рассказывали про школу, вот про учительницу. У вас же была украинская школа. Украинская школа, да, дети ходили в украинскую. Но, знаете, там как... А потом, когда пришли вот эти вот другие, что с учительницей? Оксана моя пришла с квадратными глазами и говорит, учительница, которая нам рассказывала историю Украины, ну, преподавала. И до этого, в прошлом году, ну, получилось, что мы школу уже закончили. Вот, лета каникулы у нас не было, и мы в октябре пришли. И она теперь рассказывает абсолютно другие вещи. Что Украина это искусственно созданное государство, которого никогда не было. И все такое. Она говорит, я больше в школу не пойду. А у вас сейчас есть связь какая-то с Горловкой, с Донецком? Есть? Вот что-то люди рассказывают? В Донецком нету, с Горловкой есть. У нас связь люди рассказывают. И что рассказывают? Что говорят? Да. Ну, вот как оно есть. Когда недавно попала в Горловке на Александрии через дорогу, там была машина, не машиностроительная, а как там было вот это? Где орки сидели? Вот у стеклянной... Ну, напротив Александрии прям. Ну, не важно, какая родная. Ну, не знаем. Оно был какой-то завод там, и там была контора. Она тоже такое, стеклянное здание большое. И вот эти твари там заняли. И когда недавно попала, через дорогу, ну, промахнулись Украину, то мне из Горловки, ну, позвонили и сказали. Что ж они промахнулись? Пусть бы они мне позвонили и сказали, куда надо было. Они промахнулись, ну, 50 метров. Упала не туда, куда надо было упасть. То есть в Горловке там много настроенных за Украину? Там много настроенных, много людей пошло. Я знала людей, которые жили в нашем доме, которые были очень хорошими людьми. Ну, в 14-м году, еще в начале. А потом, я не знаю, у них что-то случилось, и они начали варить борщи, супы дома и возить их ополченца. То есть там получается как бы 50 на 50 людей, которые процентов... Ну, вы знаете, вы знаете, трудно сказать, потому что были такие люди, когда мы приезжали в 14-м году, еще мы жили уже в Бахмуте, переехали, и там не было условий купаться, и мы еще приезжали. Беда в том, что там у людей очень мало духовности. Их нельзя сравнить, даже вот с Киевской областью, а тем более с Западной Украиной. Понимаете, там люди духовные. Там люди... Ну, как бы больше Бог есть. Для них Украина, что мать родная, понимаете? В натуре, что мать родная. А там им все равно, лишь бы побольше платили, лишь бы пенсии... Им же сказали, вы будете российские пенсии получать, как в России. И они кинулись на эту наживку. Понимаете? А нам такое рассказывали, нам такое писали, что получали и украинские пенсии люди, и российские. А там до сих пор получали. И все таки, да? Ну, многие, многие. А некоторые, я знала мужчину, который жил в нашем доме. Он так и умер, он украинскую пенсию не получал. А российскую получал? А российскую получал, но потому что надо было же что-то жить. Это ж не то, что, понимаете, чтобы пенсионеру поехать с Горловки в Бахмут, надо 200 гривен, чтобы туда доехать, и почти целый день. То есть нужно было выехать на украинскую территорию, чтобы оформить, а потом... Оформить. Потом это надо было ждать. И очень люди, которые быстро кинулись, оформили украинские пенсии, они так и получают, и ту, и ту. И я вам скажу, очень большую роль, вот когда Горловку захватили, и стали каналы российские, это такая, ну... То есть вы хотите сказать, что из-за того, что потом, впоследствии, отключили украинские каналы, и стали российские, это повлияло на многих, да? На многих, да. Да? Именно это, да? Пропаганда... Вы знаете, я вот, ну, живя тут, может, может, вы потом вырежете, я заходила в ВКонтакте, и я была подписана там на группы, через ВПН, я смотрела, чем дышит мой город, ну, людей, понимаете? Вот, я, конечно, там... Не вырежем, чтобы вы не сказали, не вырежем, как раз интересно. И, понимаете, вот, после февраля, я вот начала заходить, ну, вот, когда мы выехали уже, да, там, в марте, я начала заходить в ВКонтакте почти ежедневно. Смотреть, да. Как было в феврале, когда напали на Украину, да, и вот, наконец-то будет везде Россия, наконец-то... Ну, вот, в Орловке такие были, ну, в основном массы. Настроение, да? Да, настроение, ну, люди, которые были подписаны на вот эти каналы. Вот, и когда апрель, май, июнь, уже начало меняться сознание людей, и начали, понимаете, вот каждый день заходишь, вот если каждый день, и ты видишь, как люди переобуваются просто на лету. Просто вот, ну... А чем вы это связываете? Как вы думаете, почему так? Они думали, что это все быстро будет, да? Они же думали, что Россия захватит быстренько, и станет тут все Россия, и будет тут все зашибись. Угу. Вот. Ну, когда аж Украина начала сопротивляться, и теперь они понимают, что придет Украина, и будет, наверное, спрашивать, то на всякий случай они начали поддерживать, и говорить, вот наши бедные мальчики, ну, вот эти ополченцы, которых ловили, там же ловят, там же выйти нельзя, там же знаете, что делают? Там объявляют в доме, что утечка газа, и надо срочно всем выйти из дому. Чтобы отловить парней, и отправить на войну? Серьезно? Утечка газа? Креатив какой. Нет, потому что не каждая дверь открывает. А, не открывают. Едет автобус, останавливает автобус, просто выводят мужиков, ну, как садики еще работали, сейчас уже садики все лето, там, по-моему, не работают. Вот. Но когда работали детские сады, человек повел, ну, мужчина повел ребенка в садик, и все, и назад он уже не пришел. Я читаю в группах, что нету воды, ну, там вот, в Орловке, воды там нету. Там уже выкачали... А давно нет воды? Все лето. Все лето. Они выкачали... Они выкачали... Скважины бурят? Ну, нет. Там же, там скважины нельзя бурить, потому что там город, он стоит на шахтах. Там, я не знаю, сколько там, пять, шесть или семь шахт. Понимаете? Там все выработано с подземли. И когда, хотя бы раньше, когда была Украина, эту воду откачивали, ну, какие-то шахты работали, то сейчас же эти твари вывезли все оборудование, и они просто затопили шахты. И там уже даже вот эта вода, которая в шахты, она выходит на поверхность. Ну, это вода с метаном, ее же нельзя... Там даже есть у людей в огородах, которые горят огороды. Газ. С подвала. Газ. Газ. Метан выходит, вода его выдавливает на поверхность, и там просто горит земля. Как же люди живут? Ну, так живут люди. По воду, где, не знаю, там... Ну, у нас был карьер. Вот на квартале у нас был карьер. Карьер был от ртутного комбината. Огромный-огромный карьер. Там дна не видели. Вот в этом году видели дно. Выкачали все. Воду, да. Выкачали... Качают Горловское море. Там. Мужское Горловское море. Ну, у нас там... Горловское море. Да, это большой водоем такой был. качают на Гольме там Гольмовские станки там и Круссанции стоят Качают, ну откуда они могут вот, потому что теперь же говорят, Украина она же бессовестная воду им-то не дает но они не говорят, что за Майорском потому что идет канал Северский Донец-Донбасс что там разбили так и не разрешили украинским водоканалу не разрешили даже заделать это все, ремонтировать местному населению говорят, что это специально да, это Украина то есть не от обстрелов а специально они как-то газ отделились почти сразу у них газ из России, да? говорят, что да, я не знаю мы же обычные люди говорят, что да а свет есть там? свет есть, я тоже не знаю откуда он идет вот, конечно вот, свет есть там газ есть вот, а воды нету поэтому, когда они там кричат что мы будем замерзать а я пишу ну вы же теперь воду с луж пьете вам же нравится? потому что реально собирают там какую-то воду если бы вы там видели я посмотрела в группах вода ее даже нельзя ей унитазы смывать потому что нету тревоги, солнышко нет это и ей же даже унитазы нельзя смывать потому что она заиленная и она там позабивает все что потом делать? я не знаю а вот в Бахмут вы переехали потом в Бахмут мы переехали в Бахмут да потому что там сейчас страшное дело вообще делается это, по-моему, самая такая самая горячая горячая точка я недавно прочитала что оказывается что Горловка, Бахмут Славянск вот этот треугольник там какой-то образовывается где самые большие залежи сладцевого газа а там в Бахмуте вообще ну близко там еще типа больше и поэтому они хотят захватить Бахмут вот я, конечно, не знаю Путин приказал до конца месяца кровь с носом взять вы же помните, что Путин приказывал до 9 мая и что? Миша, у тебя звонит до 9 мая, потом еще и вот вы жили в Бахмуте а в Европейне же переехали когда там началось летело очень сильно в Бахмуте обстреляли в Бахмут очень сильно обстреляли вот и дети начали ну, две дочери начали говорить что давайте эвакуироваться потому что потом может быть это в конце марта было, да? да, да, в конце марта ну да, потом можно не выехать да, боялись, что мы не выедем у нас квартира двухкомнатная там мы снимали проходная из зала в спальню и получается была приоткрыта форточка там не закрывалась ну, плотно и она была так прикрыта и когда был взрывная волна была такой силы что открылся форт у нас не вылетели окна только потому что у нас спасла форточка и балконные двери в зале которые тоже плотно не закрывались вот, и когда был взрыв взрыв прошел через спальню зал пооткрывались от двери Оксана спала на кровати и просто улетела в зал одеяло Даня перепугался так что он он не плакал он просто на одной ноте орал в шоке в шоке в шоке в шоке беспугался сильно помнишь ты это, да? да я в 14-м году никогда не забудешь у нас вот в Ворловке да? я тут прослушал перевидел понимаете пережил но такого как вот сейчас было когда-то ракета взорвалась я просто в шоке я одервенел вы понимаете и нам повезло что мы перед этим мы просто все стекла все стекло заклеили скотчем но даже если бы оно ну как-то вылетело то оно бы не поранило хотя бы не поранило вот и после этого Оксана с Ольгой плакали сидели в прихожей и просто они рыдали так их трусило трусило всех вот ну я как-то потому что я на антидепрессантах уже 6 лет 6 лет на антидепрессантах? да ну периодически в следующий день мы нашли вот такие штуки они разлетались свинец когда взрывалось это не свинец это металл и вот это разлеталось хорошо что это было ночью снаряды начиняют вот этим вот эти и оно разлетается чтобы максимально причинить ущерб воюголовки что такое тревога у нас опять добрый ветер Даня а что такое вот война для тебя сейчас? это ужасно потому что мы сейчас не можем вернуться домой ух а ты боишься вот когда тревога вот сейчас тебе страшно? нет мне не страшно но я обязательно думаю что забой но обязательно что-то страшное случится но это ничего не случится я думаю что мы победим вот это я как раз хотела тебя спросить тебя съедайте и тебе скажи что мы все одно победим победим но тут же стены были разрисованы то мы там разрешили Данилу нарисовать сейчас Даня покажи картину мне кажется не надо никаких обоев не надо детские рисунки вот это Даня рисовал плах это вот русские это украинцы это ЗСУ танк мы тут такое вот он рисует ПВО ПВО да что бы ты сказал вот русским которые сюда пришли воевать вот что бы ты им сказал если бы ты мог у тебя будут смотреть ты можешь им что-то сказать что ты им хочешь сказать что русские говно мы конечно думали что Даня скажет что-нибудь менее радикальное но если вдуматься Дане 7 лет он родился в 15-м году сейчас 22-й год вся жизнь этого прекрасного ребенка прошла в каком-то кошмаре прошла в войне и что он может думать и говорить о россиянах которые пришли или его освобождать и что он будет думать и говорить дальше когда он вырастет потому что детства у этого ребенка практически не было чем занимаются дети в Украине чем они играют они играют вот такими штуками которые начиняют снаряды вот так вот Боже мой ой какой ты какой ты боже какой ты красивый ух привет конечно вислоухи я шотландец он не вислоухи не вислоухи не вислоухи ты мальчик тебя разбудили лицо мы привезли его мы привезли его с пафой это патрик патрик ему подходит боже какая красота он такой какой-то знаешь вот такой глубокий черный цвет и очень красивый нет он не черный вы знаете он черный когда он сейчас кажется когда на него падает солнце у него да коричневато я уже вижу мы уже увидели что у него тут даже белый глоб какой у него он коричневатый такой шоколад я вижу что квартира сырая я так вижу да ну тут отопление включается вы сами можете включить ну вот смотрите вот тут была вот эта батарея мы ее включали потом она как треснула оттуда сбоку вырвалось пламя и она больше не работает нет квартира хорошая хорошее тут из-за обстрелов она пострадала пострадала а что ты больше всего вот запомнил вот сейчас вот из ну вот из войны вот что больше всего тебе запомнилось больше всего запомнилось как чуть у нас в дом не попали ну вот это вот самое страшное да ну мне было не страшно а ночью ты боишься спать нет? ночью нет не боишься? а чего ты вообще боишься? я боюсь пока что войны войны боишься? да а ты думаешь война скоро закончится? да уже детей бабайка не напугаясь но где-то в зиму точно закончится потому что зимой большая возможность умрет Путина умрет Путина а это зайка он все время он так он так все время хочет чтобы Путин умер сдох это он видите он же не сразу сказал бабушка сказала что умирают хорошие люди а плохие люди сдыхают ну у вас так получается что у вас с выплатами проблемы да у нас проблемы не выплачивают уже 5 месяцев или сколько 5 месяцев да вот мы вчера поехали а у вас дочка там мать-одиночка да да она мать-одиночка и как бы еле сводите концы с концами красный крест я не скажу что это он получает много но хотя бы мы еще не умерли с голоду понимаете у нас были какие-то накопления и вот мы вот уехали я вам скажу мы уехали в марте после вот этого как обстреляли мы уехали в марте эвакуационным поездом во Львов и мы прожили там март апрель май уехали 4 или 5 июня в Киев потому что дети ну постарше они говорят во Львове нету работы мы жили мы жили в лицее и спали на полу ему мы сложили с школьных стульев кровать и он спал там потом мы переехали мы купили с рук холодильник потому что тут вот этот был он не работает вот и мы купили сушилку для белья вот мы ее конечно выносили на улицу когда было более-менее но в основном мы сушим тут да вот машинка тут есть и у нас сейчас случилась авария вчера сорвала ванной шлангу залило нас дома нету тут залило все они не знают где перекрыть вот и ждем мы сегодня сантехника ну знаете сантехник стоит 600 гривен чтобы он пришел посмотрел не работает духовка дверь вот там ну там и нету внутри там еще стекла должны быть и утеплитель вот нету и не работает ну вот печку надо бы ну ну хорошо вы купите печку мы решим это нам бы хотя бы духовку купить ну потому что стеклокерамические есть продаются ну вот эти плиты раньше они можно было в каком-то как бы секонд б.у.шной технике импутной стеклянной они стоили 2 тысячи сейчас я даже не знаю сколько ну чтоб купить потому что эта печка у нас в Урловке ну мы тоже в таком доме живем у нас тоже так она очень жрет много электроэнергии ну да она очень жрет мы смогли скинуть Светлане на покупку печки 4 тысячи гривен благодаря вам дорогие друзья всем кто помогает спасибо огромное и от нас и от Светланы где пролетела когда гулял да на пусть а что пролетела снаряд пролетел ну что то так быстро пролетел а дрон наверное а ты знаешь что такое дрон дрон это как сейчас например вот военное время запретили им пользоваться это а вот эти вот дроны которые на нас нападают это такая есть это российские дроны и они могут стрелять 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 а еще есть обычные которые просто которые просто снимают которые просто снимают и в это время запретили пользоваться дронами потому что не определились какой сбивает и какой просто снимает просто снимать могут тоже разведчики кстати разведчики могут быть дроны все просто снимать чтобы знать куда бомбить да да смотри какой Патрик какой Патрик мы с тобой знакомы ты был сонный я тебя гладила ты в курсе? Марина и Данил да они тут живут тут была вот эта мебель была вот эта а вот кровать это на поддонах матрас лежит на поддонах да на сырых поддонах сырые ну мы-то спали на этом матрасе а Марина на этом ну это такое оно все такое острое короче оно такое страшное собачка не укусит даже мне Таня сказала не сдохли нормальный человек это же не просто собачка это же это же французский бульдог это не бульдожа это мопсик это мопс и бульдог благодаря я ни мопса это ты какого-то мы взяли из приюта с приюта тебя взяли девочка смотри 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 что мы делаем как тебя зовут папцес зовут как ее зовут Милка Мила хотела двигатель Когда собака на диване, и собака на неё прыгает, у нас Патрик даже не совахнет. И не бульдог, и не мопса. Очень, кстати, прикольно. Дело в том, что у хозяева с проблемами со здоровьем было, и даже люди не поняли. Она была худая такая, сейчас уже только отъелась. Надо ей чуть-чуть ещё отъесть. Знаете, зато она быстрая. Мы просто сами все так ели. У меня собака английский бульдог, но она урежет в семьях. Она сейчас так отъелась. А это и Бауру. Да, это Бауру. Они любят всё попробовать. Привет. Это камера. А мне сейчас съем. А тебе сейчас съем? Да. А с ядерной бомбы боишься? Ну ты тут про ядерное оружие что-то пел. Вообще этого слова, и как оно выглядит, не боюсь, но боюсь, что оно устраивает. Она может разнести половину всего света. Да. А ты вот сам боишься? Сам. Ты думаешь, будет это или нет? Мне кажется, что её использовать не будут. В общем, то, что Светлана ещё говорила не на камеру, ну вот она только что нам рассказала, что в Горлов ехали в основном люди, но многие с проблемами с законом, ехали просто заработать деньги. Ну да, там же шахты, там высокие зарплаты. Ездили в Россию тоже на шахты? На заработки, да. Ну и, конечно, разные настроения были, и говорит, что цвет нации, в принципе, выбили. Вот ещё в 14-м, в 15-м году люди, которые были за Украину, их просто выбили. Она говорит, что это целенаправленно, но уже здесь тяжело разобраться. Говорит, что у Ахметова была своя армия, что Донбасс можно было удержать. А так как бы Донбасс, грубо говоря, сдали тогда. Ну вот подумайте, на самом деле человек имел 4-комнатную квартиру в Горловке, многодетная семья. В 2007-м году Ющенко, у них была там квартира своя. Ющенко дал ему квартиру. Да, да, да. И вот получается, что девятый год уже практически. Не, ну вот подумать, жить в таких условиях. Это мы так приехали и уехали, знаешь? Ну а жить в таких условиях... Ну точно, да. Когда там начались обстрелы в Бахмуте, они же поехали во Львов, потом во Львове жили уже в жутких условиях, потом перевернулись в Киеве, в Киеве какое-то время снимали квартиру, но там подняли очень сильно цену за квартиру, вот они приехали сюда. И тут они уже как бы за какую-то символическую цену. Это не эту квартиру, ну как квартира, как там? Жить, конечно, можно, но не... Ну это квартиры назвать сложно, если честно. Ну так тяжеловато, да. Да, они получают выплат. Вот сейчас там какие-то бюрократические, потому что там запрос нужно в Бахмут давать, а в Бахмут солидар это самое тяжелое сейчас направление, там оттвориться вообще на самом деле. И поэтому там какие-то вот такие вот бюрократические проволочки. И вот подумайте, как живет человек на самом деле. Вот на что уходит жизнь человека? Это огромный кусок жизни. И вот такие чувства должен человек испытывать. Ну вот она говорит, ну твари твари. Ну вот она так говорит, ну что? Ну что, ну из песни слов не выбросишь. Ну человек вот говорит искренне. То, что думает, то, что вот. Так же, как ребенок. Да, так же, как ребенок, в общем. Так что, ну вот, это вопрос, типа, а вы поедьте на Донбасс. Ну вот нам не надо ехать на Донбасс, здесь Донбасса половина в Арпене, в общем-то сейчас. Да, очень-очень много. И вот люди, которые через все это прошли, которые все это пережили, ну вот, люди там тоже опять-таки разные, как они говорят, вот на том же Донбассе. Ну вот, говорит, очень большинство людей вот таких вот, которые вынуждены были бежать, которые сейчас вот вынуждены скитаться с детьми, с животными. И вот так вот тяжело жить. Да, еще хотим сказать по поводу обстановки в Киеве. Вот сейчас очень многие нам писали в комментариях, вот когда начались обстрелы этими иранскими дронами. Кстати, Иран-то уже говорит, типа, ой, а это не наши дроны, мы вообще не продавали. Да, мы тут ни при чем. Ну, ни при чем. Ну, как обычно, знаешь, как Россия, их там нет. Вот, и хотим сказать, что средневековье не наступило в Украине. Свет у меня один раз пропал на два часа, второй раз, по-моему, еще на полтора. Нет, но вчера там бабахнули опять же. Нет, я про себя говорю, про свой конкретно дом. Вчера на Троесине не было часа четыре света. У тебя был свет? У меня был, да. Ну, в общем, там тоже вчера лупанули, и они же, ну, сила же. Мочат по этим важным инфраструктурам, которые жизненно важны для людей. Просто, ну, действительно, хотят людей поставить на колено. Вот этими вот отключениями света, отключениями воды. Но все равно это все достаточно быстро приводится в порядок, чинится. Я просто подписана на телеграм-канал Киев Сегодня, и я вот слежу за тем, что происходит. Там в разных районах, да, там не работали там троллейбусы, трамваи на Троещине. Там часть левого берега была обесточена, у кого-то там не было воды. Но где-то за два часа, где-то за четыре часа это все, ну, как-то ликвидировали, скажем так, последствия. Мы не понимаем за счет чего, какие там резервы, генераторы, как они это подключают. Но, тем не менее, есть интернет, есть свет, есть вода. Вот такой вот результат. И будет. И будет. Да. И Украина, блин, будет. И Украина будет, и мы победим. Так что, ребята, обязательно подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Видео выходит в понедельник и четверг. Будем рассказывать все как есть и дальше. Ну, мира всем. Да, мира всем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok